Сегодня хотелось бы поговорить о словах, которые помогают нам придать такие значения, как мало, немного или много. Итак, в английском языке существует несколько слов, которые мы можем использовать, чтобы сказать, что чего-то у нас много. Итак, начнем с первого. Many мы используем это слово только с теми предметами, которые мы можем посчитать, то есть с исчисляемыми. For example, many oranges. Далее, следующее слово, которое мы рассмотрим, это слово much. Очень часто их путают, но нужно себе запомнить, сделать какие-то ассоциации. Итак, much мы используем с теми словами, которые мы посчитать не можем. For example, many much food, much meat, much sugar. То есть мы не можем посчитать еду в целом, воду, мясо, сахар, соль и так далее. То есть к словам, которые мы посчитать не можем, у нас относятся сыпучие предметы, по большей части, и жидкости, и кусковые предметы. Далее. Но есть очень универсальное выражение, это a lot of. Много тоже переводится как много, но его удобство в том, что мы можем использовать его и как для исчисляемых, так и для неисчисляемых. For example, a lot of apples, a lot of sugar. Если уж мы забыли, что мы должны использовать much или many, то всегда на помощь, например, a lot of. Я думаю, с этим вполне понятно, поэтому перейдем к словам, которые помогают нам сказать, что чего-то у нас осталось очень мало или совсем немного. Итак, первая пара слов это few и a few. В чем же разница? Мы знаем, что артикль a у нас используется перед существительными в единственном числе, а здесь он у нас появляется с существительными уже во множестве. В чем же суть этого артикля? А именно он нам добавляет значение, то, что чего-то осталось немного, но достаточно для того, чтобы это использовать. A few и a little. То есть, если a few и a little просто мы используем, когда чего-то вот совсем-совсем чуть-чуть осталось, и мы это никуда уже не сможем применить, то a few и a little мы подразумеваем, что чего-то немного, но достаточно для приготовления, например, какого-то блюда. Разве что мы взяли тему еды? Итак, теперь в чем же разница? Слова few и a few используются снова с исчисляемыми. For example, few apples. Совсем мало яиц. Or a few apples. Немного яиц. Ну, например, чтобы сделать торт. И little, a little. Опять-таки, эти слова у нас используются для неисчисляемых предметов. For example, little milk. Совсем мало молока. Что ни на что не хватит. И a little milk. Молока мало, но достаточно, например, чтобы выпить чай с молоком. Итак, суммируем. Мы можем использовать слова, чтобы сказать, что чего-то много или мало. Для этого мы используем many, much, a lot of, чтобы сказать, что чего-то много. Many мы используем с исчисляемыми, much, с неисчисляемыми, a lot of, истями, и с другими. Очень удобно. И слова, которые мы можем использовать, чтобы передавать значение мало и немного. Few, a few для исчисляемых. Little, a little для неисчисляемых. That's all I want to tell you about the terminals. Goodbye.